Добрый день или добрый вечер всем, кто подключается и подключится к нашему сегодняшнему эфиру. Я у себя на Фейсбуке об этом заявляла, что Афганистан является темой дня, и, наверное, не одного дня, не двух, не трех, а в течение долгого времени. Как говорится, Афганистан снова в повестке дня, и это, наверное, не есть хорошо. Со мной сегодня Фархад Талибов, политолог из Узбекистана, директор Негосударственного Центра, научно-исследовательского центра «Караван Истории». Фархад Аки, здравствуйте. «Караван Знаний», здравствуйте. Да, «Караван Истории», «Караван Знаний», «Караван Истории». И сегодня мы хотели поговорить о том, что происходит в Афганистане, последняя сводка, и мне поможет Фархад Талибов просто обозначить, какие угрозы потенциальные для Центральной Азии вот это вот новое развитие событий в Афганистане. Ну, но по последним сводкам талибы продолжают свою атаку на север страны, и сегодня они вроде как взяли провинцию Батхиз, что не есть хорошо. Таким образом, они практически контролируют весь периметр границы с Туркменистаном, и, естественно, скорее всего, как предполагается, скоро они уже будут и контролировать периметр границы с Узбекистаном совсем немного, но и с Таджикистаном тоже. Что это значит, хорошо или плохо? Вчера я просто быстренько расскажу, что я разговаривала с своими афганскими друзьями, которые сказали два момента. Конечно, была Стамбульская конференция совершенно недавно, где как бы планировалось, на нее большие надежды возлагались, где собрались все афганские силы, планировали распределение власти и будущее устройство Афганистана после американского вывода. Конференция закончилась провалом, талибы не получили того, что они хотели, расстроились и уехали домой. Ну и потом начали, естественно, вот это вот новое нападение. И почему на севере? Потому что север всегда был, в принципе, антиталибский, плюс-минус, ну а юг все равно под ними. Если они возьмут север, значит, они уже могут диктовать свои условия. Делегация талибов продвинулась в Москве, одна делегация, другая в Катаре, в Дохе, где они ведут переговоры, вроде как о каком-то формировании какого-то временного или промежуточного правительства, что уже сигналит о том, что потенциально правительство Гани, наверное, долго не выдержит. Но среди всего этого я просто хочу сказать, как медийщик, вижу очень много репортажей, которые ведутся с талибами. Талибы пускают себе журналистов, теперь показывают, как они склады захватили, как все снимается, это, естественно, на селфи, выкладывается в сети, чтобы столько-то правительственных солдат сдались без боя. Идет такая, как я считаю, пропагандистская, информационно-пропагандистская война, с одной стороны, и очень напоминает мне это все, то, что делал ИГИЛ в свое время, когда он захватывал Масул, тоже так же пропаганда, все это делось на ютубы, соцсети, по сравнению с какими крутые, сдалась паника. И таким образом солдаты сами сдавались, или убегали, оставляли вот это все вооружение. То же самое, что и сейчас, в принципе, происходит в Афганистане. Талибаки, а вот вы политолог, вы аналитик. Что вы думаете по этому поводу? Ну, как я вот писал недавно в одной статье, вопросов больше, чем ответов. Потому что ситуация, которая сейчас складывается в Афганистане, очень странная. Потому что, при всем при том, что талибы всегда были реальностью Афганистана, и, в общем-то, Афганистан сейчас ничем не удивляет нас, это всегда было, это нестабильность, это вражда и так далее. Другое удивляет, что военные, вооруженные силы Афганистана, солдаты, офицеры, национальных сил обороны и безопасности, так это называется в Афганистане, вместо того, чтобы вступать непосредственно в боевые действия, выполнять напрямую свои обязанности, как военных, как армии, покидают эти свои позиции, и даже, как мы знаем, некоторые из них пересекают границы Таджикистана и Узбекистана, чего, это беспрецедентный процесс, ситуация беспрецедентная, чего не было даже в годы правления Талибан. Даже в годы правления Талибан, в годы правления Талибан, в Фархадаке была другая ситуация, тогда не было национальной армии и сил безопасности. Стоял Северный Альянс на наших границах, в углове с Устумом и покойным Ахмад Шакмасудом, стояли другие силы, то есть был какой-то буфер. Сейчас ситуация беспрецедентна еще и тем, что вроде как есть правительство, есть национальная армия, которую тренировали НАТО, тренировали американцы, в нее было в буху на много денег, Северного Альянса уже нет, потому что часть Северного Альянса пошла в правительство и все такое. И вот мы оказались в ситуации, когда армия вроде есть и вроде ее нет, буфера нет, и вот и перебегают солдаты теперь на другую сторону. Ну, во-первых, отвечу на этот вопрос. Когда в 90-е годы был Северный Альянс, во-первых, Северный Альянс тоже не быстро сформировался, а талибы уже заявляли к 98-му году, что они подошли к границам Центральной Азии. И неважно, кто пересекает границу, убегая, скажем так, от талибан. Но ведь тогда они были более грозными, и было, как бы, скажем так, в кавычках, больше поводов бежать от них и переходить границу Центральной Азии. Но я повторяю, даже тогда такого не наблюдалось. Я согласен с тем, что в бухле много денег. Десятки миллиардов долларов. По моим данным, 2016 года уже примерно 60 миллиардов долларов было израсходовано на так называемую миссию Assist, Train, Advise and Support. Это поддержка, тренинг, финансирование и снабжение оборудованием. Такая миссия была возложена на международные силы, прежде всего американские силы, чтобы они подготовили Национальные силы оборонной безопасности для таких вот ситуаций. То есть десятки миллиардов долларов израсходовано на подготовку афганской армии. Казалось бы, за столько лет выполнения, реализации этой миссии мы должны были ожидать, что афганская армия будет достаточно сильной. Количество этих сил, вооруженных сил Афганистана около 300 тысяч человек. По данным разных источников, каков размер сил Талибан? Видимо, около 30 тысяч. Наверное, в 10 раз меньше, чем афганские вооруженные силы. Поэтому вдвойне удивляет, что такая, казалось бы, более огромная вооруженная сила афганская армия, да еще и натренированная, скажем так, американцами, просто без боя сдает позиции. Если бы это было просто поражение в бою, это бы еще меньше удивляло. Но когда без боя кидают позиции, это наводит на мысль о том, что тут что-то неладное. Вот смотрите, да, вот давайте так. Не будем скрывать того, что уже три года назад Талибан контролировал определенную часть территории Афганистана, туда правительственные войска не входили. Это факт. Это было там. Постоянно шли бои. Даже на севере шли бои в правительстве Фарья. Шли бои всегда между талибами и правительственными войсками. Какую-то часть талиба контролируют, какую-то часть контролируют эти, потом начинают воевать, эти туда не могут заехать, эти туда не могут заехать. Это было. Вы абсолютно правильно поставили вопрос. 300 тысяч человек, несчастных, 30 тысяч или 40 тысяч талибов, которые умудрились контролировать практически весь юг, сейчас победоносно двигаются к северу. Надо сказать в честь, что сегодня какой-то район афганские силы, национальная армия отбила. Такая же ситуация приблизительно происходила в Масуле, когда туда зашел ИГИЛ. Иракская армия намного превышала силы вот этих вот людей, как бы бойцов ИГИЛ, но в то же время им удалось за короткое время взять Масу, правительственная армия убежала. Это мне показывает то, что, а, конечно, коррупция, естественно, ужасная коррупция в Афганистане и очень маленькая оплата вот этих вот военных. Потом у меня вопросы по поводу командования и стратегирования. Ведь сейчас выясняются варианты, когда авиабаза в Баграме была сдана американцами, никто афганцам вроде не сказал, они зашли в базу, через два часа после того, как американцы оттуда ушли, электричество было отключено, и сейчас выясняется так, вот есть какая-то дивизия, да, они даже будут сражаться, но на подмогу к ним никто не приходит. То есть у меня вопрос к командованию. Если я оставляю так людей кидать, если я нормальный, обычный афганский солдат, почему я должен погибать во имя чего, если обо мне командование не заботится и мне не присылают на подмогу другой контингент? Значит, начну с первого такого подвопроса. Когда несколько лет назад и до сих пор, якобы-то, либо контролируют некоторые районы, там, деревни и так далее, не могу полностью согласиться, потому что в контексте Афганистана понятие контроль надо, наверное, понимать специфическим образом. Контроль никогда не был устойчивым, не был постоянным. Вот ты сама говоришь о том, что всегда велись какие-то бои. Бои – это означает, что нет контроля, ни с той, ни с другой стороны. Контроль будет тогда контролем, когда он устойчивый. Раз он неустойчивый, переходил из рук в руки этот район какой-то там, или Кишла. Это означает, что ситуация абсолютно нестабильна. Ирана какой-то стороне торжествовать победу и говорить о том, что они установили контроль. Вот, когда они в 90-х годах, талибы, говорили, что они установили контроль не на 30, а на 98% территории Афганистана, оказалось, что это тоже миф. Контроль вообще, это в афганском контексте, как некоторые эксперты указывали, означает, что ключевые транспортные артерии, какие-то дороги, места перемещений берутся под контроль, но не вся жизнь, вся территория, неуправление и так далее. И когда вот эти коммуникационные звенья захватываются, это якобы считается контролем, потому что это действительно ключевые звенья. Не знаю, я, может быть, ошибаюсь, но как бы там ни было, поскольку, поскольку, поскольку идут боевые действия, поскольку, поскольку есть сопротивление, следовательно, прежевременно говорить о установлении полного контроля. И насколько мы слышим сообщение из Кабула сегодня, из центрального правительства, всегда утверждает, всегда говорит о том, что захваченные талибами районы будут возвращены, что будут сопротивления и так далее. То есть, опять же, это говорит о том, что, наверное, о контроле говорить преждевременно. Хорошо. Вот они, говорят, будут возвращены. Я искренне надеюсь, что они смогут их возвратить. Но какой ценой? Ведь они их уже потеряли. Раз. То есть для этого это некоторые районы горные. Как они туда будут опять войска свои отправлять, если главные коммуникационные артерии будут контролировать талибы? Если талибы уже, и даже непонятно, кстати, вопрос, я хочу вернуться, между талибанами и так называемым исламским государством, уже делают вылазки в туркменской границе. То есть есть какие-то уже сообщения о нападениях на электростанции, которые подают электричество в те районы. Это Узбекистан и Туркменистан. Напомним нашим слушателям, что на севере Афганистана электричество в основном поставляется через Узбекистан и Туркменистан. Плюс продовольствие. Если уже один порт земной Туркменистан закрыл, и сообщения появились о том, что население в провинции Фарьях будет страдать от голода, голодать, да? То есть если уже такие акции происходят, значит, для меня это значит, что возвращение этих территорий под контроль центрального правительства, он еще очень-очень нескоро произойдет. Да, возможно. Всегда, когда шли бои с талибами, они и в 90-х годах захватывали кишлаки и города. Сейчас они ограничиваются пока что какими-то мелкими населенными пунктами. Тогда они захватывали даже крупные города. Мы знаем, чем все это закончилось. Поэтому то, что сейчас какие-то малые населенные пункты были захвачены, и они где-то там в гористой местности оказываются, они же не марсиане какие-то всесильные, чтобы они смогли, а вот государственные силы и вооруженные силы, вот видите ли, не смогут. А экипированные, имеющие современную технику, и как бы там ни было, несмотря на парадоксальность того, что они покидают, и как ты говоришь, коррупцию, и они покидают без боя, тем не менее, они, наверное, если взвесить просто материально, физически силу тех и других, наверное, государственные силы, то есть силы обороны и безопасности Афганистана как государства, все-таки более способные, наверное, и могут еще претендовать, скажем так, скромно на то, что вернут эти позиции. Я не буду разделять ваш оптимизм, Фархадеке, потому что у нас наглядный пример ИГИЛа. Когда ИГИЛ захватил Масул, а дальше продвинулся на территорию Сирии, заняло 4 года усилиями международной коалиции их оттуда выкурить. Каждое место, каждая географическая точка имеет свою специфику, свой контекст. Сирийские пустыни, Ирако-сирийский между ними, вот эти пустыни, неконтролируемые абсолютно, открытые, это одно. Афганистан и его инфраструктура, это другое. Города и кишлаки, которые в свое время даже поднимались благодаря модернизации Афганистана, с одной стороны и советскими представителями, потом еще и американскими и так далее. Это другое. Поэтому тут, наверное, прямое сравнение неуместно, хотя, конечно, и какие-то параллели, наверное, можно вести. Далее. В случае с Сирией, там был сплошной хаос, mess, как мы говорим по-английски, в том плане, что воюющих каких-то там сил, одних против других, не счесть было, и это был вообще такой беспорядок, и непонятно было, кто против кого. Здесь мы в основном, в основном ведем речь о том, в данном случае, в данном контексте, о том, что талибы наступают. И насколько армия Афганистана, а она армия Афганистана, и мы это уже выше обсудили, способна оказать сопротивление. И все, мы больше ни о чем другом не говорим. И третье. Есть уже сообщение о том, что население местное тоже довооружается, как это было в 90-е годы. То есть, одно дело, насколько армия Афганистана окажется способной восстановить порядок и защищать население, другое дело, население само вооружается. То есть, можем ли мы отсюда делать вывод, что какие-то признаки гражданской войны возникают здесь, или возрождение, скажем так, как ты выше спрашивала, Северного Альянса, под каким-то новым брендом или в новой форме. Это тоже открытый вопрос. Но, по крайней мере, то, что, наверное, там либо не будет так легко, так сказать, торжествовать победу даже в этих северных районах, потому что они наверняка все-таки столкнутся с той или иной формой сопротивления, будь это армейской, армия Афганистана или местного населения. Я, честно говоря, на данный момент буду все-таки больше рассчитывать на местное население. Из своего опыта в 2017 году, проехав по этим деревням, прямо на границе, люди сами вооружились. С одной стороны был ИГИЛ, с другой стороны был Талибан. Вот, по обе стороны. И они просто сами вооружались и сами свою деревню охраняли. Я думаю, то же самое и будет. Потому что этнические узбеки, таджики и туркмены, которые там в основном живут, вряд ли потерпят это безобразие. Ну да. Единственное, что давайте не будем сейчас вспомнить тот момент, который сейчас некоторые указывают, что в рядах Талибан в этот раз появились узбеки и таджики. И это очень странно, это новая, новая вещь. Значит, если они появились там, как они появились там. Вчера с Гарасом товарищем, который имел, тоже журналист из Афганистана, который имел разговор с представителем Талибан в северном районе. Человек под названием Вася Пупкин. И, значит, мой друг журналист его спрашивает, какая ситуация, что вы можете сказать. Говорит, ой, я тебе ничего не могу сказать, все идет к центральному аппарату Талибов. То есть посадили там этого узбека, сказали, что это Талибан, и будешь нас так представлять. И он начинает рекрутировать людей. То же самое с ИГИЛом, который там находится уже как бы несколько лет. Это ИГИЛ, основа его это было исламское движение Узбекистана, потом Туркестана, небезызвестным всем Тахиру Илдашевым. Потом его сын взял под себя контроль, и ребрендинг у них получился такой, что они себя называли стали исламское государство Хорасан. Ну, вот они были вот эти вот узбеки, которые оставшиеся там. Рекрутировали они тоже под страхом или под, ну, как бы добровольно, местных узбеков и таджиков. Да, может быть. То есть, когда в рядах Талибан появляются узбеки и таджики, это уже, мне кажется, очень серьезно. Ну, опять же, я не владею, конечно, всей этой полнотой информации. Собственно, когда исламское движение Узбекистана даже под руководством первых лидеров бежало из Узбекистана в Афганистан, они не просто таким торжественным маршем пришли в Афганистан, где-нибудь там их встретили в гостиницах, и они там окопались и живут. Наверное, их также и Талибан принимал, и какая-то коллаборация с Талибан и в то время, наверное, была, иначе бы нелегко, наверное, пришлось бы, скажем, иду, там просто так находиться, жить, существовать, потому что это не просто группа какая-то людей, это не роботы, а это люди, которым надо есть, пить, одеваться, как говорится, жилье иметь, крышу над головой и прочее, и без определенных коммуникаций с, скажем так, партнерами по оружию, наверное, не обходилось. Другие сообщения также идут, что при том, что какие-то оставшиеся, скажем, подразделения, или как это еще называть, ИГИЛ, бежавшие в Афганистан, также не могут быть просто так приняты афганцами, особенно Талибан, которые, наверное, не будут с ними вступать в коллаборацию именно с точки зрения борьбы за власть. Ситуация между Талибан и ИГИЛом очень странная, потому что в некоторых районах они друг против друга воевали, а в некоторых районах они прекрасно сотрудничали. Те районы, где они прекрасно сотрудничали, в основном был юг. Точное количество бойцов ИГИЛа неизвестно никому, я считаю, что это тайно покрытое мраком, но даже дело не в количестве, а дело в том, как они орудуют, то есть это методом запугивания, ракетерства местного населения. И, к сожалению, некоторая часть этого, так называемого, ИГИЛа, она стояла именно по периметру, основном по периметру границы с Туркменистаном, что очень... Еще достойная подтвержденная информация, прошу прощения, прервала, что в 2018 году была переброска из этих ГИШей, как я их называю, из Сирии в Афганистан для подкрепления. Возможно, но подкоп, с одной стороны, запугивание, с другой стороны, всегда было перманентным фактором в Афганистане. Представим, как рекрутировались люди в ряды даже Талибан. Я, если брать, скажем, в чистом виде социальная поддержка, общественная поддержка Талибан в Афганистане, согласно многим, многочисленным социологическим и другим исследованиям, абсолютно невысокая. Следовательно, это был рекрутинг на основе либо подкупа, либо угроз. Аналогично, наверное, и с другими террористическими группировками. Но при всем, при том, что есть подкуп и есть угрозы, есть, наверное, как мы называем, предел насыщения. Не может же все население подкупаться, не может же все население там или быть под угрозой. Даже в бытность у власти Талибан местное население и не только Севера оказывало мощное сопротивление. И даже были другие группировки, которые, вооруженные группировки, которые, оппозиционные, да, как мы говорим, власти, которые также сопротивлялись Талибан в борьбе за власть там и так далее. Не все так, наверное, легко и просто. И опять же, не располагая всей, как ты сама говорила, достоверной информации о количестве там, о боевых способностях всех сторон, трудно, конечно, делать выводы. Ну, думаю, в ближайшие дни, там, месяцы, может, нам прояснят ситуацию и на севере, и в целом в Афганистане. Я знаю, что это не был просто вывод американских и вообще международных сил из территории Афганистана. То есть, это как бы не надо воспринимать как в таком, как чистую монету, потому что остаются все-таки некоторые контингенты, некоторые силы, особенно частные компании, военные компании, которые будут оказывать какие-то услуги, видимо, в Америке. Недавно мы прочитали сообщение, что британские спецслужбы тоже оставляют какие-то контингенты. Наверное, это будут не то ли. Но мы не знаем, для чего они их оставляют. Ведь когда там стояли американские войска, задача была воевать с талибами. Что произошло после? Талибы были признаны легитимной силой в Афганистане, теперь с ними со всеми их приглашают на переговоры, с ними считаются, у них есть офисы, с ними договариваются о том, как будет делиться власть. И мне кажется, что талибы всех перехитрили реально. Я думаю, те, кто вел с ними переговоры, сами себя перехитрили. Потому что ничего особенного, ничего как бы туманного в отношении талибан никогда не было. По крайней мере, у нас, у экспертов. И когда ты говоришь, что там с ними шли на переговоры, у них офисы, переговоры с ними начались с первых дней, когда они пришли к власти, когда американцы требовали бен Ладена у талибы, у талибан, с условием, что даже готовы были признать талибан в качестве легитимной власти, а талибы отказались выдавать бен Ладена. То есть с тех пор, с 96-го года не прекращались переговоры с ними. Эти переговоры длились 25 лет фактически, получается. Ничего нового мы не в Дохе, не в Москве, не в Кабуле, не в Пакистане, в каких-то городах, где шли какие-то контакты или переговоры, мы не получили до сих пор. И в этом смысле ситуация, можно сказать, такая, всегда перманентно была тупиковой. Поэтому трудно сейчас говорить о каких-то... Но цели, цели-то их не изменились, вот как они взяли тогда власть в Кабуле, да, ну и погнали оттуда. Сейчас, мне кажется, они просто таким же образом снова... 1 сентября. Да. Вот именно сейчас вопрос как раз стоит такой двоякий или троякий, что ли, который мы должны сейчас наблюдать и анализировать. Первое, как бы вот завершение таким резюме можно сделать. Первое, вывод не стопроцентный, а какие-то невидимые, скажем так, контингенты или спецсилы, частные вооруженные силы будут находиться в Афганистане. Второе, официальные заявления из Вашингтона на уровне госсекретаря, на уровне посла США в ООН и министра обороны и так далее. Последние дни прозвучали довольно серьезные заявления о том, что несмотря на вывод американских контингентов, США не оставят просто так на произвол судьбы Афганистан и будет оказывать стадистику. как и оставили военную базу Баграме, конечно, с удовольствием, не предупредив местное командование, но неплохо сделали. Вот для меня... Там туда пошла корреспондент Косуши Эдит Пресса, разговаривал с этим командиром, который вдруг случайно узнал, что ночью американцы покинули Баграм. Да. Ну вот для меня остается вопрос открытым касательно второго фактора. Дело в том, что между Афганистаном и Соединенными Штатами есть два важных договора. Один подписанный в 2012 году, другой в 2014 году о стратегическом партнерстве. Первое. То есть Афганистан как бы является стратегическим партнером США и самым крупным партнером НАТО вне зоны действия НАТО. Не натовским государством, но партнером НАТО. И второй договор о содействии в обороне и безопасности agreement называется Security and Defense, в котором говорится, что Соединенные Штаты будут сотрудничать с правительством Афганистана, если будут возникать внутренние и внешние угрозы Афганистану. Можем ли мы сейчас воспринимать ситуацию нынешнюю как угрожающую, чтобы задействовать, имплементировать этот существующий договор и в какой-то форме, я не знаю, но вот этот момент надо учитывать. Когда я говорил о том, что представитель или посол США в ООН сделала заявление, я вот хотел уточнить, она сделала такое заявление, что если талибы придут к власти в Афганистане с силой и будут продолжать насаждать свои старые порядки, международное сообщество никогда их не признает. Это было сделано заявление недавно. А талибам не привыкать. Вот именно. Да, вот именно. То есть у них как бы фактически они должны понимать, что у них перспективы и нет международной, а следовательно им нелегко придется и не будет комфорта. Мне кажется, они так же жили и все было ок. Вот я и говорю. Мне кажется, что они наступают на старые грабли, потому что они уже были у власти, они наслаждались, в кавычках говоря, пять лет этой властью. Во-первых, давили дело до гражданской войны, а во-вторых, до ввода американских сил на территорию Афганистана. Если они хотят повторить эту историю, я не знаю, может быть, и повторится. Как бы там ни было, я думаю, талибы должны понимать, что перспективы у них очень туманные, если они не договороспособные, если они не идут на какие-то компромиссы, то, наверное, и им тоже будет нелегко. Вы уже сами сказали ранее, что переговоры с Талибан ведутся уже очень-очень много лет, и они никуда не двигаются. То есть, это такое, в моем представлении, это вот такое движение, которым очень легко иметь дело, потому что у них есть одна идеология, одна прямая линия и одна цель, и все остальное не колышет. И когда мне сейчас вот некоторые говорят, а может быть, талибы предложат что-то новое, ничего нового они предложить не могут, и не будут, и это не является их поведением. Меня волнует то, что они будут сотрудничать с так называемым ИГИЛом. То есть, если раньше они с ними воевали, а Аль-Каида они у себя пригрели, мы это все прекрасно знаем, произошел 9-11. Сейчас у них там появился местный ИГИЛ, который, к сожалению, угрожает нашей границе. Если туда перекинули ИГИШАТ из Сирии и Ирака, которые были местными, узбеками, таджиками, кыргызами, казахами, в этот Афганистан, то тогда угроза границы Центральной Айзии, она беспрецедентна, она будет зашкаливать за все. Потому что угроза будет не от Талибан, а угроза будет от вот этих вот ребят, которым терять нечего. И у них повестки дня нет захвата власти в Кабуле. У них другая повестка дня. Ну, это покажет в ближайшее время. Вот ты сама говорила, что мы еще не знаем ничего о, во-первых, размере, как говорится, этих контингентов, об их, как по-английски говорит, cohesiveness, об их стройной связи, нерушимой связи друг с другом, будь этот Талибан с одной стороны, ИГИЛ с другой, ИДУ с третьей и так далее. Мы не знаем, насколько тут это все гармонично, потому что здесь не просто так воюют, а воюют за деньги. И, наверное, это все будет очень сказываться, каковы стимулы для такой коллаборации этих боевиков и так далее. И, во-первых, силы, как я сказал, во-вторых, потенциал для коллаборации. Все это надо, наверное, еще изучать, наблюдать. Ну и с другой стороны, собственно, это не Сирия, это не Ирак, не разрушенные там вот эти окрестности, а Центральная Азия, где, в общем-то, и армия, и вооруженные силы, и пограничные войска достаточно крепкие, чтобы противостоять каким-то провокациям. Я думаю, мы не должны закрывать глаза на потенциал пограничных войск, вооруженных сил и Узбекистана, и Таджикистана, и Туркменистана, которые, в общем-то, это все прекрасно наблюдают. И с другой стороны, есть еще и, ну это перспектива какая-то международного сотрудничества этих центрально-азиатских стран. С одной стороны, с Соединенными Штатами, у нас тоже стратегическое сотрудничество с ними, и военные области, и так далее, с Россией, и так далее. Я думаю, с Китаем, который заняты в сторону. При всем уважении к национальным армиям Центральной Азии, никогда не имевшим опыта в боевых действиях, не принимавшим, кроме Казахстана, участия в миротворческих операциях, даже если их будет там 500 тысяч человек, маленькая группа 10-12 тысяч, не то, что даже хорошо вооруженных, а опытных бойцов, которые имели опыт в ужасных условиях в Сирии и в Ираке, погонят их к чертовой матери. Они просто убегут. Я бы не обращал так. Я сейчас скажу, Туркменистан, на Туркменистан все правильно сделал, он подогнал туда войска, границы, как-то что-то укрепил, все нормально, все хорошо. Выясняется, что нет, опыт не хватает водителей, которые будут управлять танками, большими грузовиками и так далее. Набор даже объявили людей, которые меньше 60, чтобы они могли водить большие траки. За каждую страну, конечно, каждая страна сама должна отвечать. Я предполагаю, я уверен, от того, что прямые боевые действия, какие-то войны не вступало, допустим, наша армия вовсе не означает, что она небоеспособная. Не случайно ведь проводятся различные учения, снабжаются новой техникой, технологией и так далее, тренируются и ведут учения регулярные. И это тоже, наверное, надо помнить и принимать во внимание. Те, кто потенциально угрожает, те же боевики, тоже никогда раньше, до того, что они стали вот такими «опытными» в кавычках, тоже ведь не имели никогда боевого опыта. И они его набрали в ходе только лишь. Да и то, что это означает, этот опыт? Они потерпели поражение в Сирии и еще неизвестно, что их ждет в Афганистане. Поэтому от того, что они имеют опыт, еще не означает, что победа за ними. Но они могут диверсионные акты делать. Да, да. Вот это проблема для нашего пограничного населения, как в Туркменистане, как в Узбекистане, так в Таджикистане. Для пограничного населения вот это прямая угроз. Я считаю, вот может быть, напоследок, это очень важно, я думаю. В общем-то, да, государство Центральной Азии не сравнить ни с Афганистаном, ни с Сирией и так далее. Они довольно крепкие государства при всех минусах, при всех проблемах и с коррупцией и прочее. Но для нас, я думаю, сейчас очень важно доводить дело до конца. Я имею в виду с точки зрения регионального сотрудничества. Центрально-Азиатские государства всегда считались близкими, родными, как говорится, братскими народами. И вот с 2016 года, можно сказать, замороженный на несколько лет региональный процесс сотрудничества возобновился. И я думаю, вот если с учетом нового еще и фактора Афганистана, Центрально-Азиатские страны еще сильнее взбились друг к другу, создадут некий такой альянс между собой, друг с другом. Да, они будут воевать за счет анклавов. Что? Не будут воевать за счет анклавов. Они уже прекратили, они уже прекратили воевать. Кстати говоря, могу поделиться со своей статьей, что если я представляю вот эти так называемые войны из-за анклавов, они абсолютно ничего с собой не представляют. Эти войны уже и не были войнами, а это были краткосрочными инцидентами. Если в правильном языке выражаться. И они довольно-таки уже урегулированы. Поэтому сейчас очень перед нами, перед центрально-азиатскими странами открывается большое такое поле для сотрудничества. Мы имеем такой карт-бланш, который мы должны правильно понять и не утерять, не потерять вот этот шанс для нового сближения, особенно перед лицом каких-то вот этих турбулентностей, мягко говоря, в Афганистане. И вот наш альянс, я думаю, само создание этого альянса, само прокламация, провозглашение того, что центральные азиатские страны очень тесно сближаются друг с другом, тоже будет неким таким сигналом и для мирового сообщества, и для Афганистана, и для других, скажем так, акторов, как мы называем, что играть на каких-то противоречиях, на слабостях центральных азиатских стран никто не сможет. Это тоже будет, я думаю, важным фактором. То есть сейчас для центральных азиатских стран важно укрепить солидарность друг с другом. Но я надеюсь, что все-таки пока мы с вами разговариваем, в течение этих дней спецслужбы всех центральных азиатских стран, скорее всего, были в контакте друг с другом, не только со своими российскими коллегами, а все-таки, может, между собой тоже как-то переговорили, и в конце концов вырулили какую-то единую линию о том, как противостоять потенциальным угрозам. Походу-таки, большое спасибо вам. У нас уже время 38 минут мы с вами на СМСГ. Спасибо вам огромное. Спасибо всем, кто смотрел. Я Шахид Тулагам и Шахид Якуб, и со мной сегодня был Фархот Талибов, политолог из Узбекистана, директор научно-исследовательского центра «Караван знаний». Спасибо всем большое. Я надеюсь, что я еще раз выйду в эфир, скорее всего, уже на английском языке с кем-нибудь из своих афганских коллег, чтобы рассказать историю о том, что происходит внутри. Спасибо. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова